Таблицы создаются, как и все остальные облачные документы, при помощи кнопки «Создать». Я выбираю новую таблицу и получаю примерно такое же поле для редактирования, которое можно увидеть в любом редакторе таблиц, будь то Excel, будь то таблицы OpenOffice или LibreOffice, либо любые другие. Но, как всегда, для облачных документов Google характерно наличие названия вверху, которое мы сразу должны задать для совместного редактирования. Например, это будет список покупок на Новый год. И справа вверху есть настройки доступа. Также, как и у всех остальных инструментов Google, есть возможность комментирования. Обращаем ваше внимание, что можно добавить комментарий к какой-то ячейке, например, обсуждая документ совместно с коллегами или со студентами. И очень важно, если вы открываете таблицу для работы с большим количеством людей, посмотрите на то, какие оповещения вы хотите получать на свою почту. Потому что я сталкивался с тем, что, работая с таблицами с несколькими десятками, а то и сотнями студентов, мой ящик электронной почты просто забивается сообщениями о том, чтобы было сделано столько-то комментариев. Можно отключить комментарии, если вы не хотите их видеть в своей электронной почте. Меню очень многообразно. Мы, понятно, что не сможем рассмотреть все инструменты, но, понятно, меню файл содержит в себе все основные настройки данного файла. Вы можете сразу же посмотреть настройки таблицы, задать какие-то основные форматы. Вот в данном случае у меня российские форматы, хотя я могу переключиться, например, к британским, американским и так далее. Тогда в зависимости от этого будут отображаться десятичные дроби или использоваться соответствующая валюта. Дальше. В меню файл тут есть также возможность для публикации таблицы, что может понадобиться, если вы хотите использовать ее результаты, например, в своем электронном курсе. И, понятно, что для нас важна печать и возможность скачивания. Скачивание таблиц, конечно, осуществляется в разных форматах, как совместимых с офисным пакетом Microsoft, OpenOffice, так и возможность просто экспорта в PDF. Правка. Следующий пункт меню, конечно же, довольно стандартен. Я думаю, что здесь особых вопросов не возникает. Вид. Обращаю внимание на то, что есть дополнительные такие вот пункты, как закрепить строки или закрепить столбцы, которые будут видны при любом прокручивании экрана. Вставка. Здесь, конечно же, есть то, что необходимо для любых таблиц. Это работа со столбцами и строками. Есть возможность добавления листов, если у вас таблица будет состоять из какого-то количества листов. Но также это дублировано внизу. И, конечно же, есть работа с функциями. Но весь список функций я размещу как дополнительный инструмент. Вы сможете обращаться к нему позднее. Можно в таблицу вставлять также килограммы, изображения, рисунки. Это очень удобные, на самом деле, варианты использования этого инструмента. Формат. Нужно сразу определиться, будет ли Google угадывать, какие ячейки будут отвечать за что. Либо вы будете использовать какие-то специфичные форматы в своих ячейках. Я обычно предпочитаю оставлять это на усмотрение Google. Дальше понятно, что мы можем работать со шрифтом в ячейках, размером шрифта. Можем самые разные варианты форматирования выбирать. И есть очень важный пункт, особенно для гуманитариев. Поставьте галочку перенос по словам. Можно даже сделать это для всех ячеек. То есть, предварительно выбрав все ячейки и формат, галочка перенос по словам. В таком случае вы не будете испытывать проблем с тем, что содержимое ячейки не вмещается в ту ячейку, которую вы для него отводите. Данные. Ну, понятно, здесь очевидно есть возможность сортировки, есть работа с диапазонами, что бывает необходимо, но в своей практике я сталкивался с тем, что работа с диапазонами не всегда корректна в гугловских таблицах. Возможно, они еще исправят этот инструмент. И дальше дополнительные инструменты. Я часто использую формы. Ну, дополнения это различные дополнительные надстройки, которые, различные аплеты, так называемые, которые можно поставить поверх стандартного инструмента таблицы Google, но чаще всего они бывают разработаны сторонними какими-то компаниями или людьми, и я стараюсь этого избегать. Хотя можно поэкспериментировать. Ну, и понятно, что есть справка. Напоминаем, что любая работа с таблицами сохраняется в хронологии изменений, которая очень удобная и мне не раз пригождалась при работе со студентами.